Ситуация с коронавирусом вновь набирает обороты как по стране в целом, так и в Дагестане. Число зараженных растет каждый день. С этим глава региона созвал экстренное заседание оперативного штаба. О статистике и о том, что власти планируют предпринять, расскажет Ума Ибрагимова. Омикрон застал врасплох весь мир. Новый штамм поражает даже детей от 5 до 11 лет и распространяется с неимоверной скоростью. Буквально три месяца назад зараза была выявлена в Великобритании. Сейчас уже по всему миру. При этом в Дагестане люди игнорируют медопредосторожности, отмечает глава региона на массовых мероприятиях. Люди без масок и даже не соблюдают социальную дистанцию. Очень важный вопрос – это поведение людей в общественных местах. Даже вчера мы посмотрели, и, ну, я скажу, тысячи людей на вчерашнем намазе, на вчерашней молитве присутствуют. Причем присутствуют без масок, без каких-либо ограничений. Причем присутствуют, не соблюдая никаких мер предосторожности. В том числе и в ряде соседних регионов выявлен штамм «Омикрон». Ситуация настолько серьезная, что сейчас озвучиваются дополнительные ограничительные меры, а это переход на дистанционное обучение и даже локдаун в отдельных регионах. Говоря о Дагестане, главный санитарный врач озвучил, за последние дни зафиксирован рост числа заболевших. Больше всего больных в Дербенском, Левашинском, Огромкенском, Новолагском и Карабадахкенском районах, а также в Дагестанских огнях, Каспийске и Махачкале. «Омикрон чувствительен ко всем дезинфектантам, поэтому проведение масштабов дезинфекционных профилактических мероприятий на всех объектах даст положительный эффект. В соответствии с вышесказанным, каждый работодатель, руководитель учреждения, организации, начиная с государственных структур, заканчивая самым маленьким ларьком магазинов парикмахерских, обязаны соблюдать элементарные противоплимические мероприятия, масочный режим, режим дезинфекции, социального дистанцирования, о чем у нас забыли, в том числе в общественном транспорте». О ситуации в больницах сообщает уже министр здравоохранения. Так, в республике развернуто около 2000 коек для лечения пациентов с внебольничной пневмонией и COVID-19. В резерве еще около 500. Стационарное лечение получает около полутора тысяч пациентов, из которых половина с лабораторно подтвержденным COVID-19. При этом, по словам Татьяны Беляевой, растет число заболевших беременных женщин. «В медицинских учреждениях не зарегистрировано лечебных учреждений, не выдержавших необходимый объем тестирования. Что касается вакцинации, вакцинировано на сегодня 51% от плана. Коллективный иммунитет, как было сказано, составляет 30,5%. Использованная вакцина – 73%. Для помощи медикам на базе Дагестанского государственного медицинского университета со вчерашнего дня развернут колл-центр со всем необходимым оборудованием. Сейчас там ведется настройка системы телефонной связи. Кроме того, в ВУЗе создан и кадровый резерв. Из профессорского преподавательского состава более 300 студентов и ординаторов, прошедших специальную подготовку, готовы работать в красной зоне. Также в составе волонтёрского центра у нас имеется на сегодняшний день 1500 волонтёров. И большая часть из них имеет опыт работы в красной и зелёной зонах. Также у нас, Сергей Алимович, 17 декабря 54 студента медико-профилактического факультета будут проходить практику по запросу Роспотребнадзора Республики Дагестан. Они тоже будут ключевики этой работы. Говорили на заседании оперштаба и о том, как обеспечить больницы медицинским кислородом. Так, на сегодняшний день суточная потребность составляет от 3 до 6 тонн при поставках 18 тонн каждые два дня. Сформирован запас жидкого кислорода в объёме 50 тонн. Специализированное транспортное средство готово к использованию. В перспективе власти планируют строительство собственного завода по выпуску кислорода в течение полутора лет. Творческие технологии выступили с инициативой развертывания здесь строя завода с мощностью до 29 тонн. Вот мы вчера с ними проговаривали. Сейчас вопросы они должны решить с землёй, но это вопросы между муниципалитетом и непосредственно инвестором. В ближайшее время по нему докладу дополнительной информации мы тоже вам представим. По итогам совещания было решено активизировать работу депутатского корпуса в районах, а духовных лидеров призвали ввести разъяснительные беседы с людьми в мечетях и церквях. Власти региона поручили руководителям государственных и частных организаций обеспечить на рабочих местах экспресс-тесты и в случае подозрений на ковид отправлять сотрудников на дистанционку. Ума Ибрагиму, Саид Кутиев, Время новостей.